На первом портрете, конечно, была мама. Кристина Минакова написала его 10 лет назад. Изобразительное искусство девушка любила всегда, но серьезно решила заняться им недавно. Записалась в ИЗО-студию, вдохновилась инаугурацией президента и создала конкурсную работу. Патриарх Кирилл и президент Путин на пасхальной службе. Душевный порыв, потому что весна и Пасха, и это событие, чрезвычайно важно для нашей страны, все соединилось и выплеснулось в такую картину. Труднее всего было изобразить президента, признается Кристина. Над картиной девушка трудилась около месяца. А вот семья Быковых, Зорченко, готовилась к конкурсу в три раза дольше. Их чистый четверг – это одновременно и тряпичная кукла, и лепка, и шитье, и работа с деревом. Идея мамина, но воплотить ее помогал и папа. Он участвует у нас всегда в процессе изготовления мебели, то, что должен делать мужчина. Ну а с ребенком мы уже делаем все последующие детали. Он помогает, где-то клеит, отрезает. Все это проделывается вместе. В этом году конкурс «Пасхальный свет и радость» проходит в 22-й раз. Число участников рекордное – порядка тысячи. И все это дети только из Одинцовского округа. Этот год отличается единственным тем, что у нас появились работы, связанные со специальной военной операцией. То есть ребята хотят отобразить, как солдаты, военнослужащие встречают этот светлый праздник на фронте. Многим конкурсантам в создании работ помогали родные. И в этом нет ничего плохого, говорят организаторы. Ведь 2024 объявлен в России годом семьи. А творчество, как известно, объединяет. Тем более, когда оно посвящено таким вечным темам. Есть очень много работ. Вот ходят, говорят, три года, четыре года. Знаете, следственный комитет такой из посетителей выставки. На самом деле мы знаем, мы четко знаем, что помогали бабушки, помогали дедушки. Помогала семья. Сейчас год семьи, это же хорошо. Из тысячи конкурсантов лауреатами стали около 150. Кристина Минакова и Марк Быков получили специальный приз главы округа. Самым маленьким участникам подарили игрушки. Но больше всего повезло посетителям выставки. Они смогли взглянуть на привычные, но такие непростые сюжеты глазами юных художников и мастеров. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.